Христос, воскресенье и сверху, Свет и от сверху пра, Источник, отрабежь и отрабава. Христос, воскресенье и сверху, Свет и от сверху пра, Источник, отрабежь и отрабава. Христос, воскресенье и сверху пра, Источник, отрабежь и отрабава. Свет и в небе, новоскресние. Трагичная смерть арцбискупа Мирона настапила в окресе пасхальном, в предднии недели антипаски, когда дверь в раю сау открыты. Службен сом выполнилась как верный жоўнир Христуса, годнень, с пауным пощвяценим и отданим справе Божьей, Существующие, церкви, войску и людям. Сегодня я с тобой, твои метрополиты, вместе с спорными бископами, с которыми выдвигаешься тяжелой жарма христианского нашей церкви. Я с тобой, бископы, братья церкви заграничных православных, с которыми ты приезжаешь. Я с тобой, твоя сиостра и целая родина. В способ szczególный жегнася с тобой, твоя матка, которая тебе дала жизнь, выховывала, отачиваясь матчином cieплым. Заpewне это она оценивала, что ты ее отprowadишь на место вечного спочинка. Вола Божия есть имя. Она сегодня оплакует твои отходы. Пани Мария, дякую горомко за сына, которого pani подарила на службу церкви, которой он так верно служил до конца своего земскего жизни. Образ твоей ущеркнутой твары, твоей твары, на которой вымалованы было людское сердце, товажит мне от этой трагичной катастрофы. И будет, myślę, что он не только мне, но и великий спосредо тех, которые тебя знают. Потому что ты знал, что ты знал, какие они должны быть капуаны. Потому что ты знал, что правдивый капуан то такой, который чьи Бога и коча человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что вы weirdly видели в犧burg segu believes в девушке Minute noise. Это cogibil Cатьяных, эффектных. Мало было их, потому что между нами была похожа в Wake-nement. eptами para Buckin был 7 лет старший. Дима Дима Торзок Загроду, в котором брат бавил себя. Тато гинял в веке 29 лет. Я тогда у меня 2 месяца, а брат у меня 7 лет. Я с братом, я еще маленькая, брат немного больше. И это именно в нашем доме старом. Там есть подвёрко, то, на котором мы бавили. Было он при улице Вулкенниче, Рук Полесский. Застал збурзон. Застала только по ним памиотка в моем сердце, можно так сказать. Застал збурзон. Одна из таких забавных историй из нашего детства было то, как з Миркем выбралися на пријстрке роверую. Я села на багажнику. Он kierовал ровером. И на улице Вулкенничеј спадла ему з этого багажника. Он, не отворачиваясь, поехал себе дальше, а я осталась на середине ездини. Брат учился в подставовке номер 12, при улице Варињске. И вот, когда он кончил подставовку, то я пошла до подставовки. ДИНАМИЧЕСКАЯ СЕРТАНИЕ Прегландам збур аркуши оцен. Это документ прехованный в школе, в архиум школном. И тут зналились аркуш оцен справования и поступов в науце Мирослава Ходаковского. Он всегда был очень хорошим учнем, потому что это свидетельствует справование. И от класы первой это справование было очень хорошим. Такие оценки, которые тут есть, то видят, что есть разные оценки. И оценки пятки, и четверки, но и остальные оценки достатчные. Мы также все остальные опущенные годы, дни. Но тут видно, что наш ученик Мирек тут ходил очень сильно до школы. Очень мало мотокодин опущенных. През все лета. Здесь видно, что это было бы так, чтобы они были хорошими учениками и здоровыми учениками. Потому что это тоже свидетельствует. Продолжение следует... 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 КОНЕЦ И мы говорили, что у нас есть замечательный коллега православного. Он был всегда служником в соборе в Миростоке, а святое парфиальные в Нарвии, которые было подобно Антонио, или поднесение Крыжа Паинского, давали возможность этого контакта. Он был один год старшим, когда был на святое, всегда был активный, в премище облашовой, в Миростоке церкви. Мирек, не скажу, что очень часто, но от времени до времени приходил до моего родственного дома. Родители его очень любили. Они его огромной симпатией. Но тата, конечно, находил много общей темат, потому что церковь была очень важна в его жизни. И Мирка. Он очень любил читать такие старо-церкевные книги. Он учитывал его читать. И при бабке учил себя. Мирка. Мирка. Мирка еще Grant. И это ощущение в Качаах. Он очень любил работать в старых странах. И искал таких памяток, каких-то старых книг, старо-церкевных книг. И вот когда-то нашел даже одну такую большую книжку, и из этой книжки он начал учить и читать. И эта книжка, не знаю, еще до сегодняшнего дня, не является в Краснодаре, брат в городе в городе. Ну и по школе основной, как сообщил маме, что хотел бы пойти в семинарии православного семинарного, то мама была очень удивлена, очень переживала, как она себя доведела. Она говорила, что вы орубили, вы решили бы нормальную родину, вы решили бы пойти в работе, но он был так упорный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мирка Ходоковского spotкаем подчас сдавания экзамену до православного семинария духовного в 1972 году. В Варшаве, конечно. Почему так стало? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не интересовало его, пилка не интересовала, всегда был в каплице, спевал, читал. У меня есть такие фотографии первой классы, я тут с Миркой сядем и вся наша класса. Очень спокойный хлопок, очень коллекционный. В этой церкви врасла житель церкви. И тут спевал в хуре, тут прислугивал, тут в этих классах, которые перед церкви учитывал, был тоже человеком, который знал, что он хочет в своем жизни. И все, и все, и все, и все. Субтитры создавал DimaTorzok По укошению Православного Seminarium Duchовного в Варшаве, по зданию экзамену дошралости, пошли мы до Высшего Православного Seminarium Duchовного в Явлечной, где Мирек спевал, пребывал в церкви святого Луфрего, rozmавлял с мнихами. Ну и то, как-то так приближало его до этого жизни законного, которое, ну, уже себе практически выбрал. Субтитры создавал DimaTorzok Это свидетельство о укошении Православного Seminarium Duchовного в Варшаве, седзибой Явлечной. Это свидетельство номер 67, 23 сентября 1998 года. Потому что по семинарию в Варшаве четыролетнем, в Варшаве, в Варшаве, все шли до Явлечной на два года, где ученося только и улучшно предметов теологических, где практика литургичная, где было впроводление до жизни законного. И Вадика Мирон отримал это свидетельство с подписом обеспеченного метрополити, вовчас еще Архимадрити Саве. Был энергичный, это такая натуральная, достаточно живая, активная, но был всегда покорный перед церковью, то, что мы называем послушанием, который всегда выполнил и трудностей с ним никогда не было. С правой стороны, Мирек Ходаковский, кс. ректор, профессор, семинариум духовного, Юрек Тофилук, кс. которые работают в Америце, Кравчук, Бернкевич, пробосцовы, Конах, Хагия, София, Белыйсток, Канахович, кс. пулкownik, Лукашук, дзекан в Хелме, Попович, Митрат, Пшемкове, кс. Бондарук, кс. Янел. Сапросил нас до Кластору в Яблецке, joinsnox часы всего его стр Но мама не понимала, что в этом все дело. Когда мы приехали, Мир сказал, что он сказал, что хотел бы стать мнишем. И тут мама была, мало того, что застокована, но пережила это огромное. Это была большая счастья. И помню еще тогда метрополита, сегодня Сава, был наместником Класстору в Яблочной. Он говорил с мамой и сказал у мамы такие слова. «Матерка, чего вы плачете?» Он так хочет и он будет из этого садоволен. Брат наш постригает гласы главы своя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Рцем о нем Господи помилуй. «Пострежины в Расофору» Владыка Миром принял в 1978 году. Он был отражды святения диаконатом, а в 1979 году Владыка Миром принял святения прозбитериатом. «Матерка, чего вы плачете?» Туж по смерти святой памяти арцибискупа Jerzego Коренистова в Лоди архимандрита Сава zostaал поволанный до годности бискупей и с моментом отзыва стал поволанный на намистника героних Мирон Ходоковский. «Матерка, что вы помните?» Все милые вспоминают, он всегда был скромный. Помню, когда мы здесь были в 70-е, когда мы были брать, был такой проблем. Тогда не было так, как сейчас, что все. Влодыка нас доказал, чтобы мы взялись, не где-то там, не в таймнице. Но я благодарна за то, что нас так духово как-то готовил. Как преобразовый кластер учител нас религией, был очень требующим научительным. Мы подготовили себя для этих занятий, но Преор говорил, что пятницу только может иметь кс. Или Памбук с религией, но ученики это 4-ки и нижше оценки. Но на наши усилные прощбы поставил нам пятницу с минусами. Вспоминам его, как очень добрый человек. Он был часто гостем в нашем доме. Приходил там за разными вещами, помогали, как только могли. Продолжение следует... Писать, что только молодой, по-настоящему, по-настоящему, потому что, во время начинал, по войне, по-настоящему, после этого класса, что не было таких молодых людей, которые так могли бы так делать это манастическое манастическое, но и семинариум, здесь все керовать. в том, что он был правдивым, добрым пастер, который был открыт, был открыт, открытый сердце для каждого и с каждым уме навязать контакт, без разницы, если это была молодая или старая, он был правдивым капоаном с правдивого здарения. Вем из истории Владыки, что этот окрес, несколько лет, потому что он был 5 лет, не целый даже, потом отсюда до Супращла, вспоминал всегда очень, очень тепло. И уже как я был пригородом, или даже раньше, многократно звонил, попросил, в какой способ плынет жизнь, кластерное, всегда также попросил о парфиан, которых он поменял именнее, спросил, как у них есть дела, как здоровье, кто живет, кто умер. Помимо того, что было много лет от того, как отсюда отсюда с Яблочной, он как бы живет жизнью этих людей и жизнью мнихов Яблочной. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Досу-Пращла в весну 1984 года. Втedy пробосжем был мой отец, Александр Макал. И как-то так, в околицах Великанок, или ту же по Великаноку, мы увидели, что приходит как викариус, отец Мирон, из монастерства в Яблочной. Флебания тогда была в ремонте, в таком капитальном ремонте, потому что надо было поднять будинок на метр или полтора до гуры. Не было, где жить. Отец Мирон мешка в вынаемном поколе у наших парафиан, тоже недалеко, на Руно-Леглой улице. Тут, как приехали, такие зимы были очень страшные, были очень большие. Идем сюда на Кресчене, на реку Супрэшл, святить воду. И первые запусты мы тут сделали, когда отец Мирон, такой еще очень молодежи, мы все из хору, певцы. Там ту веранду входил, здесь. И тут был, там был, там был целый покой, но здесь у нас были двери. У нас был такой большой стул, и отец меня был обложенный книжками, книжками, без прерыв, писал и читал. Я говорю, отец, без прерыв, отец читал, писал или молился. Он говорит, ну, такое жизнь, Мниха, так нужно. Он говорит, ну, это очень важно. Когда я приехал в 3-4 классе, в школе основной школе. Это было 10 лет жизни. Для нас это было с сестрой. Это удивление, потому что здесь у нас живет отец Мирон. В каждой вечернике, каждой литургии, практически каждого дня, отец Мирон уже сказал мне. Мы вместе выходили, не важно, если был мроз или дождь. Ну, не помню, тогда очень много говорили в церкви. Ну и вместе мы служили. А отец Мирон был таким человеком, что он всегда умеет себя отмечать. То есть, каждый раз я видел, что будет какая-то чеколада, или какой-то супер, или какое-то специальное спасибо. В результате, что я могу сказать, тогда я не могла выйти. Я когда-то задала мне вопрос, ой, 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 он такой молодой, и почему мой отец мой мой пошел на Мниха? Пани Тонио, как пани смеет! Я хочу этого, то надо любить, то надо понимать, и я говорю, да, я прощаюсь, я не понимаю. Пани. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это было 15 лет 1987 года. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ През слабом мы спросили, если можно сделать такое награние в церкви, потому что в самом деле ничего ничего не делал. Отец еще был иммуном. Он очень хотелось бы pozwoli на это награние. Таким интересованием выразил згоды. 24 лет назад, как сегодня, так быстро меняло, сказал мне, что сестра Ева, в церкви нет никаких заболеваний. В корону ходили и мои девочки, мои дружки, говорят, «Ева, почему ты не выразил этого белого плотна?» Не могла тогда им ответить, но потом все меня спросили, потому что, как не выразила, значит, что я выразила за мош, а мои коллеги, что нет. Игумин Мирон сказал, что никаких заболеваний в церкви не было, и поэтому не выразила за собой этого белого плотна, на котором я стояла с мужем. Слава тебе, Господь! 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 Божи! Арктик, Господь. Пау, берете зимой Táмп! Он был награни, всегда в церкви спрашивал, когда мне эту катетку принесли, чтобы он тоже хотел посмотреть. Ну и по удостеплению, потому что вовремя еще катетку было, но на чем смотреть, не было за очень много. Но отец вовремя еще, Мирон, был очень, я думаю, что очень доволен от этого награния. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал Дима Торзок 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 Воскресенье. Первый раз арcyбископа Мирона, тогда еще и Хумена Мирона, я встретил в Супрашлу. Это был в 1986 году. Потом, в 1987 году, я вступил в монастыр в Супрашлу. Он всегда был человеком веселым, радостным, человеком товарищеским. И это было очень необходимое в жизни монастырном. Он тратил всех, таких, заровно как отец, потому что так нужно, чтобы Хумен тратил мнихов, но также был как приятел. Конечно, против этого дня, типового, жизни монастырного, был час и на другие дела, и на разговоры, и на выезды. Мудрость прости услышим Святаго Евангелие Мирце, и Духови Твоему, Матвея Святаго Евангелие Чтение. Слава Дебе Господи, слава Дебе, профессии Святого Коррاء Слава Дебеiatов Goхенда Трудно есть мнеть о жизни Хepherдом и гумена, и всего lessonного Богом Foiispраш样 важна Chickа. которая скрыта от нас, корень, они невидяты. И Владыка может только частково говорил о жизни своем внутреннем. Между виршами можно было это вылазить. Но мы знаем, что был человек молитвы, который спел ночью на молитве и молился за нас, за братья и за весь мир. Уважаем, что то, что сделал наиболее, то то, что злотыми звездами записал в сердцах людских слово о крыжу, о смертвостании, о жизни в Христу. Сегодня люди часто вспоминают его слова, mówiąc о том, что Вадыка Мирон засчепил в них любовь к жизни в Христу. Я верю в Господу и говорю, как ты истинный Христиан, Бог живой, пришедай мир речный, а спасай от них, что первый есть нас. Я верю в себя, как и самая пречистое тело твоя, и самая и счастливая кровь твоя. Не молюсь обо тебе, помилуй меня и прости мне приглашение моё, свободное и неволное. Я очень рад, что первые мои дни по священнику на дьякона смогу именно с ним отправить на божество. Он меня учил. Помимо того, что в церкви был очень часто, то служба дьяконская разница от службы дырыгента. И те первые кроки ставил я под его окей. И до сегодня памятам его уваги. Я еще недоставленный, а он мне говорит, и он такие тактовые уваги, не крича на меня, давал очень практические всказки, чихо, спокойно. Памилуй меня и прости грехи моё, в имя Отца и Сына и святого Бога. Памилуй меня и прости грехи моё, и прости грехи моё, и прости грехи моё. Один из таких домов в этой филе есть властью парафии православной и в этом właśnie доме начался отец Мирон. Потому что мой дом находится немалл по-соседски, поэтому мы были с соседами. Памятам ту хвиле, когда отец Мирон приехал до Супрашна как первый законник Супрашки, который будовал подвалины под оттворение монастыру Супрашки. На противном доме Мирона мешкал кс. Буйнowski, который был провожцем парафии католики. И они по-соседски, как-то с соседями спрецивка, мы говорили, один mieszкал по стороне правой, другий по стороне левой улицы 3-го мая, spotкали się на встречах, мы говорили, в этой филе екуменичных. Споткания, это акуратно, в начале 90-х, и такие встречи miały место достаточно часто, когда мы тогда diskutировали о проблемах супрашки, о проблемах связанных с историей Супраша и с учебной историей Супрашки. Они были тогда очень строительные и отец Мирон тут огромную роль. Он был одновременно вплывающим на релации между людьми, между родственными, между культурными, между вызнаниными в Супрашку. Мирон, городом. пласторного места, в целом милиции поднятия Мирона. Это его это покрытие от старого доставления кризиса на высшей, центральной вере. Музыка Ващественно, это было его важнейшее dzieло, строительство церкви. В то время он этим жил, он думал о то, чтобы эта церковь росла. Музыка В часы были очень трудные. В то время каждый материал мы можем купить. Мы широкую кадр. Дорадчую. На самом деле. Он был очень хорошим организацией. Он был организатом в маленькой скале. Я думаю, что это такой взор для наследования, как с людьми нужно работать. Поехали. 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 что его особо будила респект. Вдавило, что это человек недоступный, но так на самом деле, по некоторым временам оказалось, что это человек, который был в себе великую милость. Он потратил сганить, скарчить и за минуту поднимать на духу. Он никогда не держал в себе чего-то, что-то за злой в отношении другого человека. Он был очень спосрегавшим. Он потратил все, что вокруг него было, быстро реагировать на данную ситуацию. Он был очень скучным в себе и это именно благодаря его заангаживанию, благодаря его силе, силе воли, которая была огромной в себе, он потратил в себе так много людей. Слава тебе, Боже! Слава тебе! 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 Лепей Богу и людям. Лепей Богу и людям. Лепей Богу и людям. Владейка Мирон был неоподваживательный авторитет, не только для новицей, но и для мнихов. Он был преимуществом себя и своих братьев. Как нужно было, был суровый. Но был человек, который очень любит жизнь монастык. Очень любит новорождение. Было так, что в основном оборудовании, которые должны были спросточить, часто не могли быть на новорождении. Акбископ Мирон был практически на всех новорождении. Очень редко произошло, что не был в церкви. И был на этих новорождении от начала до конца. Учестничал, спевал. Рубил спиах церкви. Рубил спиах церкви. Рубил спиах церкви. Рубил такие новорожденные новорожденные, которые часто долго трвали. И учестничал в них в способ очень активный. Но одновременно, когда он видел, что кто-то из новорожденных людей, что кто-то из новорожденных людей, что кто-то из новорожденных, старался на свой способ с ним поговорить. Даже если он раньше привлекал внимание, то, не отражаясь слова, что он может дать понимать, что все в порядке, что все в порядке, что он был в порядке своими милищами и обморождением. И что от того времени все в порядке и поддержал такого новорожденного. И каждый, кто был в воркесных временах в супращиле, мог бы это подтвердить. Рубил спиах церкви. Для мамы это было что-то невероятно. Она, скажем, с радостью, то плачала и говорила, что никогда себе не представляла, что может чего-то такого до жить. Что ее сын станет бискупом. Для нее это было великое событие. Не скрываю, что для меня тоже. Песня. 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 Бискуп Мирон прибыли в 1998 году, сразу после хиротонии. И так от этого времени, практически каждой неделе, каждого света были на божество. Бискупа Мирона знала очень давно, потому что с семинарами мы учили. Он был очень добрый человек, порядочный, товарищеский, а при этом человеке, потому что наши контакты были очень близкие, поэтому я могу подтвердить это, что был человеком очень глубокой веры. Бискупа Мирона знала. Бискупа Мирона знала. Ваши дома сегодня есть радость. До этой радости шековались мы через весь весь Великой пост. И Церковь учитала нас, чтобы в окресе Великого посту стать добрыми и годными христианами, чтобы услышать вещь о смертвостании. З мертвых встал Христус. Звыкинжил смерти. Смертти. Где твоё жондло? Только, co до нас mówił św. Jan Злотолусты. Не мертвых встал Христус. Звыкинжил смерти. Звыкинжил смерти. През мертвых встание Христуса. Христус воскресе. Христус. Звыкинжил смерти. Звыкинжил смерти. Звыкинжил смерти. Звуковь з yet圆 área Звыкинжил смерти. Звыкинжил смерти През widowовать христианамом Силе, Пол Patient 치 В Σчет съемесным термом. В twitch Силе с тесном 1995 год. В 1905 году, когда ординариусом был местный метрополит Варшавский, полгода Савва, и в 1998 году обнял Урд Православного Ординариуса Войска Польского, вл. Мирон. Застал именованный по моему дейшку. Когда остался метрополитом, то уже срезыгнували, потому что трудно было бы мне проводить одно и другое, поэтому поручили ему. Почутково он входит в то, но было много трудностей. Он был там цыннен, личто с его мнением, и это очень важно. Урд Православная школа для капеланов показала нам, на чем полага востовое ремесло от кухни. Вл. Мирон участвовал в первом из таких школах в способе очень заангажированный. Конечно, не дотякал брони, повторял, что броня духовная есть Слово Божие, а также позволяет нам это познать труд, напятие, эмоции жоунира, который на кости, который на кости стыка себя с бронью, стыка себя с трудами таких школы. Учестничал немалко во всех занятиях, зарубно половых, где представлено нам, на чем полага контакт жоунира с бронью, как также во всех теоретических занятиях, которые происходили на салях выкладовых. Был obecный в Ираку, как и в Афганистане. Вл. Мирон закладывал на себе камазелку кулуодпорную, закладывал хэлм и был всегда там, где быть должен. Не бачусь на то, что, как вспоминал, он многократно не любит летать самолетом, но повоение церкви было для него тем элементом важнейшим, на которое ответственность могла быть только позитивна. Он всегда говорил, что, прежде всего, что он был мнишем, а что он был генералом, то, говорю, это при окаже этого другого, этого выполненной функции. И это для нас было очень важно, что он подкрылил свою монастычную постову, которую на pewno трудно было бы заховывать на каждый день, где-то далеко от монастыря в России, в месте достаточно шумном и глощном. В общем, в мундуре, я его раз только видел на самом начале, но потом, на разных урочистостях, по-настовому, он всегда выступал как бискуп в манте, в фразе, со всеми этими атрибутами бискупа. 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 Служение и товажисение жоунижови В имя Бого. Аминь. В 2010 году нашего существования входит в новое помещение. Время. 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 Мы ждем, 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 ждем. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, господин. Я работаю у Владыки Мирона в секретариате. Учила телефон с ним, говорила гостей. Какой был шеф? Учили, что мы думали, что мы думали, как он думал. Воспопрока была нам очень хорошо. В Ординариате была атмосфера домовая. Мы не чувствовали такой прессии. Владыка, когда вы выполнили документы, сиадал и читал газеты. Мы часто говорили о свете политики. Мы очень любили. Сходили капеллане, работники, цивили. И мы говорили. Мы сейчас находимся в каплице православного Ординариата ВПП, которая находится в седине Ординариата в Варшаве, на улице Банаха 2. Виадомым было, что святыни, катедры православной не вытаскивали. Поэтому тоже życie парафиальное, życie liturgичное православного Ординариата хотел скупить в этом месте. И те помещения отразу уподобал собой, как те, которые станут загосподарены на каплице. Впрочем, было, как мы видим, достаточно обширное, пустое помещение, которое когда-то служило войску за архивум. Музыка 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 В 2005 пункта 6 principle мы хотим раз ящик проведици кабинека заводима к еду до едения. Бежьте, ходьте! Они сказали, что это для вас все готово. Бежьте! Можете тут все воду? Можете галитку! Можете покармить, не дайте! Галитку! Галитки! Давайте все! Так само ехать. Мы здесь от времени. В мае, 23 мая, год назад, было вычисление орденариату. Мы сделали ремонт в 2003-2004. И здесь, здесь нет сегодня секретариата. Там есть маленькая сала конференцией. Так что, пройдите. И тогда, на право, там, мои кабинеты. Уже два разы в Иракузо мной был. Так что, а то вы забирайте шок. Ждите, неча на лошки. Иди сюда. Иди сюда. Генерал! За тяжкий! Генерал! За тяжкий он есть! Гудзоватый, чтобы увидеть. Гудзоватый, чтобы увидеть. А если уходим, мы посмотрим, как выглядит. Я его лично запоминала. Я его лично помню, как человеку, очень счастливого, очень хорошего, очень хорошего. Он сделал много, даже в супрешлю. Очень много. Он был очень теплым, в отношении таких, очень тяжелых, очень хорых. Потому что, как я помню, то всегда... Мой тату был тяжелый, хором на новотворь. То всегда, как приходил до нас, до дома, то всегда посвящал несколько минут на такую разговую с моим татом. Звучит музыка. 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 Слава Богу, Богу Родице! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Компания Капитан Лос melдует Компанией Республики Войц Лондовых до урочной стоимости с уроками Святого Войска Польского при Ординерации Православном. Спасибо. Компания Республики Войска Польского при Ординерации Православном. Компания Республики Войска Польского при Ординерации Православном. Компания Республики Войска Польского при Ординерации Православном. Компания Республики Войска Польского при Ординерации Спасовна. Амбасадором хайнувки и земли хайнувской, в поле, как и за границей. Дякую его активность наша хайнувка, наша пьяная хайнувка земля для многих знаний людей была еще ближайшая и еще более познавалась. При каждой оказывании, когда был в хайнувке, он участвовал во всех встречах, во всех важных претензиах и всегда с симпатией на наши działания, почитывая, на то, что он мог, на то, что было возможно, нас поддержал. Субтитры создавал DimaTorzok Володяка Мирон был очень хорошим человеком для всех, для взрослых, для молодежи, для детей. Умел до каждого подойти, с каждым поразмавлять. Если кто-то был в жизни, или в доме, или какая-то хороба, то он всегда умолялся, молился. У меня внучок поехал там на вчасы, и ногу очень пламал, он молился. Я на грабарку крышу возила, он меня встретил, он говорит, да, записка, буду молиться за Марцину. Приехал до нас на везь до Пуциск в квитнию 2009 года, чтобы вы святить крыж. Клика разы вернулся из Белегистока через те виски и говорил, что не было крыжа на вылоке до Хайнувки. И общественность висковая постановила поставить такой крыж. И когда он стал, Владыка сам сказал, что он хочет прийти сюда и вычислить этот крыж. Он, наверное, в таких урочистых, таких простых, висковых часто не бывал. И это было для него что-то иное. Он часто рассказывал о своих подружках с ВИПами. И он, действительно, хотел быть ближе людей. Когда мы говорили, он всегда говорил, что он хотел бы приезжать по вирусам, но только... Может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, не знал, как люди зарегулируют на то, как бискут будет ехать ровером по вирусам с другими людьми. Но я знаю, что он ездил ровером на гребе по пушке. Он сам о том о том, что он говорил, что он говорил, что он был менее скрепованы. Как он говорил с ним, он был всегда ущемленный, погодный. Никогда не было ни на его творчества. Никогда не было ни на его творчества. Даже когда человек под Богом подходит, подходит, он был более поднесен на духе. Дети, все спирали, как Владик мог приехать. И в доме были мы здесь все. Так, то есть иконы, мимо. Иконки дали детям и бомбонирки привозил, чеколадки. Знались мы достаточно давно, а прежде всего, как он вошел на нашу кафедру в Хайнувке, то так особенно как-то я с ним связался. Зима приходила, то он очень на какое-то огниско с нами выезжал, в пленер, до лесу, так он любил, потому что там где-то в замкнутых стены он там достаточно. А то какое-то обцование с природой, с натурой. Будем Пана контролировать, что-то пушкен накрец. что-то что-то такое великое, родинное наше zdjęтие. уже видно, с позованием до съемки. Он всегда элегантский, всегда пунктуальный, всегда докладный. не родился, но дядькови в Качалах, в Крынице, тоже ездили, мы эти места и за Качалами особенно у него, потому что приезжал до дядков, ходил на грибы, там и еще даже, как был в супрасиле, приезжал с братьями на грибобрание, там в околе Качал. это были его стороны. Он, так как уродил себя в Беломстоке, но чувствовал себя, что он здесь, здесь, связанный, прежде всего, с этим тереном. Очень любил лес, это надо сказать, даже в каждой поре года, приезжал, выезжал до Пушечки, любил ходить по лесу. Если в околе, то было его так, как бы, очко в голове, он всегда говорил, доброе было бы, чтобы там было какое-то, ну, санктуариум, такое, более расповсехненное, потому что это, ну, чудовное место. Каждый год на свято Пятьдесятницы, на третий день, там отправил на Божество. Если кто-то приезжал до него, то всегда говорил о этой критерской, очень часто его привезли там, не только как у туристов, но также доказать, что это место благословенное Богом. Пять, Господи, Роди Твоя, и благословиность Твоя, и благословиность Твоя, и благословиность и благословиность Орган Твоя, Твоя, и благословая, Памятам, что ему уже четвертый раз едет. Так. Иначе бы это было, чтобы с нами не было нашего арцбибископа Мирона. Он был нашим приводцем. Как Отец нас проводил, мы чувствовали себя там безопасно. И в общем, прийтие было просто. Там, где мы приходили вместе с бископом, нас уже встретили. Иначе, это не была пелгрызмка такая, по-просто, очень цивильная. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Матюшка Мария, которая нас проводила, сказала, что на интернете православе Мирона появилась в интернете, что очень достойный человек с delegацией приехал из полки арцбископ Мирон. Было нам так мило, так просто почувствовали себя довартошеванными. Так, Владыка, нет. Что? Владыка, у тебя? В розах. В розах. В розах. В розах. Как это хорошо здесь, что они росли такие большие. Даже в листопаде. Такие грубые, красивые. Доброе. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ale wiem, że bardzo chętnie i sentymentem поврacał do swojego родственного miasta. Остатний раз приезжал тут, на нашу жильнице, два года назад, когда мы уроки 90-летие надания имени школы, 12 мая. Остатний раз звонил мне, а как это убрать в сутану, или я может в мундуре генералским приезжаю? Я говорю, что мне очень рады, потому что аркбископ Якуб заштичи нас своей obecностью на этой урокисти. Я говорю, что может так было бы хорошо, что один бископ будет в черном, другой будет в зелом, с генералскими пагонами. Аркбископ Мирон, когда запропонувала, что он не будет здесь гостем, но будет чувствовать нас, как бы был учением, который несколько лет назад пребывал в этой школе. З великой приемности попроводил всех на гуру, где отбывалися урокисти школьные. Дамэр Садд... Программа Покажи. Программа Пок ballал. Дамо Русова. Дамо Русова. В начале 60-х годов, я там уже 4 лет, но я помню, как были ручки в школе, какие тогда были, были ручки, доски. Конечно, это для меня большая радость и сердце Бог заплатит за то, что попросили меня на эту уроки. Я еще не чувствую себя экспонатом. Я седяю в лавке неоподал стоу научительского, поэтому всегда просили меня, мои коледцы, чтобы я смотрелся до дзенника, какие я оцену. Зато так и сегодня. Хотя и научители с дзенниками не ходят уже на занятия. По тем, что было с одной стороны и с другой, в школе было очень мало. Та часть города живет новым жизнью, новые блоки, особенно моя улица Букьянница. И сегодня, когда я ехал из России и построил себя в Белымстоку хоррик, сказал мне, чтобы скрыть на улицу Полевскую от дуку и чтобы въехал в другую, которая будет, а ведь улицу Полную. Я говорю, что зато будет асфальт. Но был только на съезде, паные рады. Миаста Белого стола. Далее так, как было 50 лет назад. Использовать в школе. Школа Белого стола. Существует нам такую панияку з окази побытия в нашей школе и обхода в 90-летие нашей школе. Кто был на урокистии? Виноват. Так? Ну, właśnie, видите, памятаете? Забачьте, как мы вас учимы, как это нужно, кочать людей, потому что так легко отходят. Кто бы помыщал, он умеялся с нами на стулеще школы, но, 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 нистёте, жизнь потокулося инакции и нам zupełnie иную сцену написано, так? Спасибо вам ślicznie за такую чиску. Он служил с такой грацией. В течение памяти батюшка мой, Томек, говорил, что Влад Камирон был очень скрупулатный, очень перфекционный, он все хочет быть закрытым до последнего бузика. И очень понравилось это. С момента смерти моего мужа, я помню, он сказал мне, не бойся, ты можешь, ты можешь, ты можешь. Моя мама помогала выховать, посмотрите, посмотрите, кто выховала. А она помогала, ты можешь, ты можешь, не мать, Бог тебе поможет. Я пришла к нему, я помню, и он говорит, Водеку, что мне нужно, что-то на помнике, какое-то мотто, что-то очень красивое, я бы хотела. Но я не сказал ничего больше, потому что он не мог бы закончить. Водека говорит, слушай, мы сделаем так. И так на ближайшем он говорит, сыном света, садзелай твоего служителя. И это мне действительно так понравилось. Я говорю, Водеку, я думаю, что это более радостное, но это еще не слышала. И он говорит, ну так, ну, почему так смутно, что-то на этом, я знаю, что это жизнь вечная, там нужно радость и... и треба, что-то веселое, радостное и будущее вымыслить. И так действительно было. Водеку. Познаем аркбискуса Мирона в 2007 году, когда был секретарем страну в Канцеларии Презыдента и разом с Презыдентом Леем Катынским и с delegацией. Удавали мы себя 17.05 на гробы наших офицеров помордованы в Катыни. Памятам, что тогда урекло меня и обратил внимание на вспоминание, которое Владыка Мирон пригласил в Катынии. А потом поехали вместе вместе с чудовной иконой в Смоленске, в Катерже Смоленске. И так народила себя наша приятель. Когда мы были разные болты, то всегда Владыка был человеком, до которого мы могли звонить. А мои окна кабинета в Канцеларии Президента выходили на окна его жилья. Это был человек, который был независимо добрый. И его вера была настоящей верой. И было почувствие, что это человек, который был независимым, независимым близьям. И я думаю, что он был, в лучшем смысле, в значении, очень хорошим. То есть, он открылся на другого человека. Так быстро познакомился, а уже немного потом он о мне виновател все. Он был человеком, которому я могла говорить о своих проблемах. От политики, начиная на жизни особистым, закончился. И он всегда был в себе такую добрость, зразумение. А с другой стороны, добре поймаванную принципиальность. Звучит музыка. 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 По моей смерти, вы можете меня поховать под правой колумной церкви Звездования. Влодыка тоже часто мне говорил, что хочет вернуться к кластору. По скочению своей генеральской службы, хочет жить здесь. Влодыка очень рад и радостная. И это несколько дней перед уходом. Поветание здесь в церкви. Я на теолога. Я ездила на звездование с коллегой. И она хотела подойти, взять благословиество от Влодыки. Но он говорит, что много людей подходит. А меня тоже удивило. О, Вера, а как ты там живешь? А как там этот? А как там Коля? И еще одна говорит, что вы нас еще так помните всех по имену? А он фактически. Все так очень подходит и каждого по имену и спросил о все. Это последние фотографии Влодыки Мирона. И еще Влодыка Мирона, когда был здесь, на Панихиде, когда родился Алексей Гондрей, мама умерла, то он говорил, что какая то радость, когда он отходит в таком пасхальном окрете, что двери раю открыты. Потом сказали, что Влодыка говорил. Я усязла на сходках, имел диктофоник за собой. Награю сказали. И никто не подумал, что это уже последнее сказание Влодыки на земле. Пусть и эти радости пустуются нашему сердцу сегодня. Пусть каждый, кто стоит на Богослужении, несет в своем сердце те духовные переживания, где Архангел говорит сегодня каждому из нас. Радуйся с тобою, Господь. А Господь, воскресший, посылает нам Свои радости, обнимает нас любовью, дает нам надежды вечной жизни и говорит нам сегодня с устами миролосиц и апостолов. Христос воскресе. Боище на воскресе. Речи, которые тут видим на пулце, są to памятки, которые zostały по Влодыце arcyбискупе Мироне из этого трагичного вылота до Катиня. Это крыж такой процессийный. Влодыка Мирон, который хотел бы благословить в часе молитвы, которая там была приглашена в Катиню. Панагия с выображением смертвостового Христуса. Паспорт, который miał Влодыка при себе. Паспорт дипломатичный. Он уфорио вискупе. Он был забрудзом, но ничего не было с ним. В такой форме был найден. И также петр хир бялый, потому что это был пасхальный, поэтому все в одном комплекте. В торге, которую был Влодыка при себе, находилися еще свецы. Модитва, которую он был пригласить. Модитва православного Родинариуса с оказыви 70-го ручного Морода Катиньского. Это книжка, которую отримал каждый участник летающий в Смоленске, в Катиньо. Модитва 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 И мы, святое, верим, что аркибископ Мирон сегодня перед троном, перед Майстатом Божим взносит молитвы за нас грешных. Христос воскресе измертвы, смерть ее смерть поправ, Иисус, женок облег, живот даровал. Христос воскресе измертвы, смерть ее смерть поправ, Иисус, женок облег, живот даровал. Субтитры создавал DimaTorzok